На пятом канале новости в студии Рушан Варайев. Здравствуйте! Сегодня пятница, 23 сентября. Коротко о главном. Балхаш сохнет без воды. Жители нескольких улиц города у озера пожаловались на отсутствие живительной влаги в кранах. С риском для здоровья велосипедисты жалуются на состояние одного из въездов в парк. Военные выбрали лучший экипаж БТР. На базе оригинального командования Орталык прошли учебно-методические сборы. Балхаш сохнет без воды. Жители нескольких улиц города у озера пожаловались на отсутствие живительной влаги в кранах в течение нескольких дней. Ремонтные работы один из услугодателей решил начать в то время, как другой прекратил на время подачу своих услуг. В итоге ни горячей, ни холодной воды в городе не стало. Как выживают в таких условиях горожане в сюжете Ирины Вобещевич. Просто уже на БАД бьют, обращаемся и в Акимат, обращаемся в СУ Жилутранс, Балхаш СУ. Никто нам помощи не дает, у нас нет воды. Татьяна Серикова приехала в командировку из Балхаша в Караганду и первым делом направилась в редакцию, чтобы поделиться проблемой. Живет она на улице Амангильды, но говорит аналогичная проблема и на улице Казбековой. Все лето не проводились никакие ремонты по холодной воде. Именно сейчас, когда отключили горячую воду до отопительного сезона и отключили холодную, две недели продолжается. Сейчас три дня практически вообще нет воды. Это что, эпидемию что ли хотят? Санкт-Пенемстанция почему молчит? Что они не видят, что творится что ли? У многих в квартирах маленькие дети, живут пенсионеры. Подвоз организован, но, говорит Татьяна, поймать машину нереально. Вот так выглядит улица с перекопами. Жители говорят, что ремонту нет конца и края. В отделе коммунального хозяйства говорят, что длительного отключения не было. В настоящее время ведутся работы по замене водопроводных сетей в рамках реконструкции второй и третьей очереди. Данные трубы не менялись и эксплуатировались более 50 лет. Замена идет по металлический труб на пластиковый. Для переврезки необходимо отключение холодной воды, о чем сообщается в местных пабликах. На длительный период, если долгий период нет воды, то подвозится водовоз. В первую очередь это социально значимым объектом. В данный момент по всем объектам и по всем участкам холодная вода имеется во всех квартирах. Уже сегодня жителям подали воду в дома. Ирина Вобещевич, Миржан Жума Муратов, Наталья Заяц, 5 канал. Переизбрание запрещено. Президента избирают на 7 лет. Внеочередные выборы назначены на 20 ноября. Глава государства, выступая с посланием народу Казахстана, отметил, что для успешной реализации реформ необходим новый доверительный мандат народа. Что об этом думают общественники и правоведы, узнавал Антон Александров. Предстоящие выборы повлияют на избирательный цикл в нашей стране, считают эксперты. Еще в начале года начались социально-политические трансформации. Изменились взгляды и общественное мнение. К тому же был проведен референдум. Наша конституционная реформа, которая у нас произошла в июне, она, скажем, уже служила таким плацдармом. Поскольку все мы знаем о том, что Конституция – это основной закон, на котором базируется вообще вся наша законодательная база. Если мы стоим на пути построения нового Казахстана, конечно, мы начали с изменений именно наших законов, нашей правовой системы. Поэтому семилетний срок, я думаю, что в нынешних реалиях это было самое оптимальное решение. Семилетний президентский срок позволит реализовать намеченные программы, считает старший преподаватель кафедры Ассамблеи народа Казахстана и социально-гуманитарных дисциплин Мадина Сейдинова. Вообще же предстоящие внеочередные президентские выборы внесут изменения в политическую жизнь страны, а также трансформируют систему и запустят новую динамику развития, уверены эксперты. Я думаю, что вот эти предстоящие выборы и последующие уже модернизации всей политической системы, всего государственного парада, я думаю, положительно скажутся именно на построение, скажем, нашего будущего Казахстана. Тем более мы все знаем, что и предыдущие послания, и, скажем, нынешнее послание, оно не было исключением. Очень большой упор делается на социально-экономическое реформирование, очень большой упор делается на молодежь наша, потому что действительно это те, кто будет строить новый Казахстан. Досрочные выборы президента намечены на 20 ноября этого года. Между тем парламентские выборы запланированы на начало следующего года. Выступая с посланием народу Казахстана в сентябре, глава государства отметил, что для успешной реализации реформ необходим новый доверительный мандат народа. Антон Александров, Оксана Митюхина, Николай Шевелев. Пятый канал. О проблемах организации образования говорили на заседании Общественного совета Караганды. Предварительное обследование учебных заведений выявили ряд недостатков. Это несоответствие с санитарным требованиям, низкое качество проведенного ремонта и отсутствие финансирования. Подробности у Антона Александрова. С состоянием школ Караганды ознакомились члены городского общественного совета. В итоге на встрече с чиновниками пытались понять причины выявленных проблем. В шахтерской столице имеются школы 50-х годов постройки. Одна из них находится в Михайловке и состоит из двух зданий. Эксплуатацию одного из них сейчас сотрудники ЧЕС пытаются приостановить из-за несоответствия требованиям. Учебные заведения, к слову, отапливаются при помощи котельной. Уголь же хранится на открытом воздухе, что негативно влияет на его качество, говорят участники встречи. В 44-й школе в сегодняшний день выделены средства на техническое обследование здания. Там есть межнародные перекрытия, которые опасны для того, чтобы дети там находились. Там один кабель тоже закрыт. Мы настоялись, чтобы закрыли и пересходили туда. Вот это здание, там запросили следствие на то, чтобы его подключить к основной котельной, которая из основного здания стоит. Там надо подразумевать, провести, ее подключить, а потом котельную утилизовать. В рамках заседания демонстрировались факты некачественной работы подрядчиков и проблемы, которые требуют совместного решения. Потому как недочеты имеются даже в относительно новых школах. В 103-й, к примеру, деньги нужны на ремонт атриума. В здании новых уже имеются проблемы с кортом и проблемы с сапиумом. Крыша протекает. Выделяемые средства в рамках подушевого финансирования нельзя перекидывать из одной организации в другую, объясняет Есим Тайшимов. В итоге, кто не получил бюджетных вливаний, вынуждены искать спонсоров для проведения текущего ремонта. Что делать? Это самый главный вопрос для того, чтобы наши дети в первую очередь обучались в безопасной среде и получали качественное образование. Это самый главный второй вопрос. Говорили в рамках встречи о несоблюдении сроков проведения ремонта в школах и даже об отсутствии перегородок в санузлах. Хотя для многих организаций образования проблемным остается еще и вопрос условий для детей с особыми образовательными потребностями. Антон Александров, Миржан, Жума Муратов, Николай Шевелев, 5 канал. Казахстан. Казахстан. Доля казахстанского содержания при производстве готовой продукции составит более 94%. На предприятии создано более 600 рабочих мест. Экология. Завод обеспечивает экологическую чистоту максимального уровня. Уровень газоочистки завода составляет 99,8%. Карагандинский завод феросплавов «Уайдиди». С риском для здоровья велосипедисты пожаловались на состояние одного из въездов в парк. Территория рядом с цирком давно вызывает массу вопросов, но терпение велосипедистов лопнуло после несчастного случая Ирина Вобещевич с подробностями. Ну что-что, она упала, видимо у нее камень попал под колесо, и велосипед пошел юзом. Она упала так, я просто думала она не поднимется. Но вроде встала, ничего. Ну вот видите, это же, я не понимаю, ну как так можно? У Натальи Ефремовой уже развилась фобия, и связана она с заездом в парк. Женщина старается заниматься спортом, летом это велосипед. Иногда сама, а в выходные с дочерью и внучкой они приезжают с Нуркена-Абдирова в парк на велодорожке. Самым страшным на их маршруте является въезд между цирком и Акжалтаем. На днях на глазах Натальи такая же велосипедистка упала на этом участке с остатками намертво сидящего с советских времен скальника и уже свежих булыжников, оставшихся от перекопов. Я когда подъезжаю к этому месту, я просто чуть не молюсь, чтобы проехать нормально. Это давно, они давно это место, они вообще его это место никогда не делали. Цирк рядом, это центр города. И как вот это вот все сопоставить, я не знаю, неужели вот власти, неужели правление парка не видят это. Очевидно, те и другие не ездят здесь на велосипедах, не проходят с детскими колясками или на инвалидных креслах. Таких мест очень на самом деле много, мы называем народные тропы, их очень много. Мы в этом году все еще раз прошли, все просчитали и на следующий год заложили работу с брусчаткой в большом количестве по всем таким объектам. За моей спиной также есть такой объект, где идет брусчатка, и потом бас, все обрывается и начинается просто гравий. И на том объекте так же, как на цирке. Когда-то начинали что-то делать, но потом энтузиазм угас, и это все прекратили. А вот на следующий год мы полностью заложили туда работу с брусчаткой. Не только там будут ступеньки, съезды пандуса для колясок и для велосипедов. Ирина Вобещевич, Серик Тугаев, Миржан Жумамуратов, Наталья Заяц, 5 канал. На базе регионального командования Орталык прошли учебно-методические сборы по технике и вооружению. А наряду с этим военные выбрали лучшего водителя и лучший экипаж БТР. Подробнее расскажет Айша Уйсенбекова. С 20 по 22 сентября в Караганде на базе регионального командования Орталык национальной гвардии прошли учебно-методические сборы. В них приняли участие представители региональных командований ОНТУСТ, Орталык, Шахос БАТАС, а также Академии национальной гвардии и воинских частей. Данный учебно-методический сбор проводится у нас ежегодно. Ну, за исключением, вот, нас немножко пандемия выбивала, как говорится, из строя. А так проводим мы его ежегодно в целях проверки качества подготовки руководящего состава. Ну, помимо этого, проводим мы здесь еще и два смотра конкурса. Смотр конкурс на звание лучший водитель и лучший экипаж БТР. Данные конкурсы проводятся в три этапа. Первый этап у нас проводится непосредственно в частях. Второй этап на уровне региональных командований и настоящий третий этап уже в масштабе войск. Заместители командующих региональными командованием по технике и вооружению должны уметь стрелять со всех видов оружия, которые стоят на вооружении войск. Военнослужащие выполняли упражнения по стрельбе из пистолета Макарова, пулемета «Утес» и других. Сейчас мы сами были свидетелями, мы проводили стрельбу и с крупнокалиберных пулеметов. Вот сейчас будем проводить стрельбу с пистолетов, пулемета «Утес» – идеальное оружие. Почему? Ну, это, наверное, с профессиональной точки зрения будет сказано. Очень хорошая динамика, очень легко к нему привыкнуть и легко поражать мишени. В заключительный третий день сборов были проведены состязания на лучшего водителя и лучшего экипажа БТР. В них приняли участие самые опытные военные. Военнослужащие, участвующие в третьем этапе смотра конкурса, прошли уже два отборочных туры. Основными критериями является профессиональное мастерство, умение владеть закрепленным оружием, военной техникой, выполнять нормативы по технической, медицинской и прочим направлениям боевой подготовки, знание правил дорожного движения, руководящих документов, наставлений и умение применять их в практической жизни. По итогу состязаний лучшим водителем была признана следующая воинская часть – 66-54, город Каракимир. Звание лучшего экипажа БТР удостоилась воинская часть 66-97, город Костанай регионального командования Орталок. Победителей наградили кубком, грамотами и памятными подарками. Айшау Симбекова, Миржан Жумумуратов, Николай Шевелев, Пятый канал. В Караганде прошел круглый стол на тему Ахмед Байтурсынов и языковая культура. Филологи, журналисты и представители госорганов обсудили проблемы использования казахского языка в повседневной жизни. Круглый стол на тему Ахмед Байтурсынов и языковая культура организовал ресурсный языковой центр при Департаменте развития языков в Караганинской области. Кандидаты филологических наук, преподаватели, профессоры и журналист затронули ряд актуальных тем и дали полезную информацию специалистам, отвечающим за языкознания в государственных учреждениях. Сегодня обсуждаем множество вопросов культуры речи, грамотного письма, грамотной речи, в том числе проблемы орфографии, орфоэпии и стилистики. Будут участвовать преподаватели вузов, журналисты и языковеды. Культура страны берет начало от языковой культуры. На встрече обсуждалась проблема грамотной устной и письменной казахской речи. Для полноценного изучения языка необходимо в точности знать его теорию, говорят специалисты. В связи с 150-летием великого поэта, великого сына казахского народа, учителя нации, в свое время он немало писал о теории казахского языка и литературы. В свое время вышли отдельные книги эти произведения, но были в свое время запрещены использовать. Но все равно мы до сих пор пользуемся этой литературой. В ходе круглого стола отметили важность правильного перевода терминов, недопустимость частого использования иностранных слов и безграмотность в социальных сетях. Еще одна проблема, которую нужно решить, это прямой перевод казахской речи на русский, что часто искажает смысл. Наши люди разговаривают, можно сказать, иногда как попало даже, делают прямой перевод с русского языка, не по смыслу, а делают прямой перевод, и отсюда выходят некоторые ошибки. На встрече обсуждались распространенные орфографические ошибки и в быту. В дальнейшем участники круглого стола будут использовать полученный опыт, чтобы передать его другим людям. Первый книжный. В Караганде впервые прошел общереспубликанский фестиваль «Китап Тайм-2022». Гостям встречу зачитали стихи местных поэтов, провели мастер-классы и устроили бук-кроссинг. Сегодня в Караганде прошло открытие первого общереспубликанского книжного фестиваля «Китап Тайм-2022». Сотни карагандинских школьников собрались на площади перед театром музыкальной комедии. В фестивале участвовали представители библиотек и местные литераторы. Сотрудники библиотек, используя свой профессиональный опыт и творческие способности, стремятся сделать общение с читателями максимально полезным и интересным. На фестивале работали несколько площадок. Среди них литературные йорты, бук-кроссинг, книжный шоппинг, открытый микрофон и встреча с самим Ахмедом Байтурсыновым. Также сегодня представили сборник стихотворений, который написали карагандинские авторы с нарушениями зрения. Книга «Шесть точек вдохновения» написана шрифтом Брайля, чтобы каждый мог ознакомиться с творчеством незрячих поэтов. Мои шесть точек вдохновения мне не заменят ничего. Гости фестиваля могли поучаствовать в мастер-классе, который организовали работники библиотеки имени Гоголя. Сегодня мы решили показать мастер-класс по плетению мантур. Это очень простой мастер-класс, который доступен любому человеку, любому даже неподготовленному, не имеющему никакой художественной подготовки. Для этого мастер-класса нужны только разноцветная пряжа, которая у многих есть дома. Нужны вот такие вот деревянные палочки, клей, ножницы. В организации фестиваля участвовали сразу несколько библиотек, Краганды и области. Среди них библиотеки имени Абая, Гоголя, юношеская библиотека имени Бектурова и спецбиблиотека для незрячих и слабовидящих граждан. Сегодня мы постараемся провести для наших читателей, для наших друзей очень много интересных мероприятий. Естественно, это в первую очередь наши фонды. Мы специально организовали литературные юрты. Каждая библиотека, это четыре областные библиотеки нашего города, показывают свои фонды, рассказывают о своих услугах. Также будет проведен открытый микрофон для детей, и организованный в рамках года детей в этом году. С помощью фестиваля также провели акцию «Одна книга на каждого казаха», которую организовал фонд «Отандастар». Благодаря ей соберут книги для казахов, живущих за рубежом. Эмиль Фукс, Оксана Митюхина, Наталья Заяц, Пятый канал. Архив «Жанебулашак-Урпак» – специальный проект стартовал во всех государственных архивах страны в рамках года детей. Так, для подрастающего поколения будут проводить экскурсии и знакомить с фотодокументальными экспозициями и выставками. Сегодня порядка 26 миллионов различных исторических документов хранятся в архивах страны. Одна из встречи для студентов и школьников состоялась в Государственном архиве Карагандинской области по научно-технической документации. Здесь собравшимся рассказали об этапах становления страны и продемонстрировали уникальные экспонаты, характеризующие известных личностей. Цель реализуемого проекта архив «Жанебулашак-Урпак» – это патриотическое воспитание и приобщение подрастающего поколения к изучению истории. Это была последняя информация выпуска. На этом я с вами прощаюсь и передаю слово Елене Пасечной. Она представит информацию о явлениях погоды на выходные и предстоящую неделю. До свидания. Здравствуйте. С прогнозом погоды в студии Елена Пасечная. В ближайшие дни в Караганде сохранится теплая погода без осадков. Это прекрасный повод устроить пикник или покататься на велосипедах в парке. В эти выходные температура днем составит 26-27 градусов тепла. В ночные часы – 11-16 градусов. Легкий ветер восточного направления от 2 до 3 метров в секунду. Атмосферное давление – 714 миллиметров ртутного столба. Сентябрь продолжает радовать нас солнечными и ясными днями. Согласно народным приметам о погоде, чем суше и теплее сентябрь, тем позднее мы ощутим приход зимы. Ну что же, скоро проверим. На следующей неделе произойдут изменения в погоде. Ожидается похолодание. В понедельник столбики термометров еще поднимутся до 21-24 градусов. А вот со вторника синоптики обещают понижение температуры в пределах 11-15 градусов днем и 5-9 градусов в ночное время. В четверг и пятницу ожидается резкое похолодание в ночное время – от плюс 1 до 0 градусов. На протяжении недели будет облачно, с прояснениями возможной осадки. Ветер будет меняться с восточного на западный 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление 711 миллиметров ртутного столба. Телекомпания «Пятый канал» желает вам приятного отдыха и хорошего настроения в любую погоду. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких. Оставайтесь с нами на Пятом. Субтитры создавал DimaTorzok